Всем привет! Вчера вышло мое видео о даче моего зятя и моей дочери. Я получила очень-очень много комментариев, и я поняла, что я вам не сказала самое главное. А главное вот чем заключалось. Когда моему зятю и дочери досталась эта дача, им было немножко больше, чем 20 лет. Никто не верил в то, что вообще что-то из этого получится. И ситуация складывалась таким образом, что мы совершенно не могли ничем им помочь. Ни деньгами, ни своим участием. Участок был ужасно зарушен, ужасно. Там были огромные деревья, которые простояли по 50 лет. У них были вот такие стволы, огромная корневая система. Это были яблони, груши. Дед занимался тем, что он на пенсии ездил на центральный рынок у нас в Киеве. Назывался он Бессарабка, и он там торговал яблоками. Яблоки были вот такие. Так вот, когда мы туда зашли и увидели этот участок, который заросший был просто, ну, выше человеческого роста, кроме деревьев, еще стояла огромная трава, и там было очень много малины, которая плодов не давала, но у нее тоже была очень такая, ну, извилистая корневая система. Короче, мы поняли, что мы сможем, никак не можем, ну, поучаствовать там, помочь. Мы думали, что это все заглохнет, что участоком никто не станет заниматься, дети испугаются, у них не будет времени. Они ведь тоже работали, так как и мы. Поэтому мы решили, что толку с этого никакого не будет. Ну, и оставили все на самотек. Ну, представьте наше удивление, когда дела стали потихоньку двигаться. Сначала в выходные дни муж приезжал там, кое-как помогал моему зятю, как-то они корчевали эту малину. А потом зять уже вызвал трактор, и трактор уже корчевал деревья. Ну, деревья-то корчевали, но вся как бы работа упала на его руки. И надо сказать, что когда ему досталась эта дача, он вообще ничего не умел делать. Вот если, например, взять нашу семью, да, то у нас, когда муж что-то делал, то сын всегда был рядом. Я помню, что как только он начал ходить, он начал помогать моему мужу. Мы все время что-то строили, обустраивали, как-то свою жизнь делали комфортнее. И, ну, как-то сын все время получалось, нужно было за ним присматривать. Муж присматривал за ним и вместе что-то с ним делал. Я помню случай, что когда ему было 4 года, к нам пришел сосед, и сосед попросил у меня ключ на какой-то там 6 или на 9. Я открыла ему дверь и говорю, вы знаете, я не знаю, какой это ключ, я вам вряд ли его найду. Вот, а мой сын вышел из комнаты и говорит, дядя Саша, не переживайте, я вам сейчас найду этот ключ. Он нашел ему этот ключ, который был надо, и сказал ему, вы знаете, мы так с папой не любим, когда нам не возвращают инструменты. Он сосед нам принес этот инструмент. Так вот, Саша вырос в другой семье. Ну, его как бы с детства не приучали к такому вот мужскому труду. Он, конечно, мог там гвоздь бить, но таких особых знаний у него не было. Но он все время консультировался, все время спрашивал, все время искал ответы на свои вопросы. Значит, что мы там знали, мы ему отвечали. Вообще он спрашивал других людей. И со временем, со временем он начал делать абсолютно все. Сейчас можно сказать, что зять у нас мастер на все руки. По мере того, как его участок и джунгли превращался в облагороженную территорию, у него рос опыт работы на этом участке. Но прежде всего, во главу угла надо поставить то, что у него было желание это делать. Не каждый молодой человек захочет, скажем так, копаться. Да, тратить свою жизнь на то, чтобы корчевать деревья. Там дом был в ужасном состоянии, там был грибок. Там весной и осенью, там стоит вода. Просто ты идешь и хлюпаешь по воде. Потом еще о чем хотелось бы сказать, что зять сам по себе спортсмен. Он хорошо играет в футболе. Ему было куда, сказать, приложить руки или чем заняться. Но тем не менее, он постепенно втягивался в эту историю, я имею в дачную историю. И опыт его работать руками при наших подсказках превратился в то, что он сейчас очень-очень, скажем так, человек, который сведущий в этой сфере. Потом прошло время. Поначалу они приезжали туда и просто там убирали на участке вместе с дочерью. Все это облагораживали. Потом они заказали душ и туалет сделали. Потом они строили сарай для того, чтобы было складывать куда-то что-то. Сараем строили прекрасные мастера, быстро все сделали. Но, конечно, как во всяком деле, нужен был хозяин и хозяйка, и мои дочи и зять успешно справились с этим заданием. Только лет десять назад они пригласили мастеров и привели в порядок ту часть дома, которая им принадлежала. Там была маленькая разрушенная такая пристроечка к дому, как типа веранды такой закрытой. Тоже вся абсолютно мокрая, все было запущенное в грибке. Сделали первую ванну, а потом уже сделали комнату, в последнюю очередь сделали кухню. Сейчас у них очень уютно, хорошо там находиться. Дочь моя прекрасная хозяйка. Но Саша постепенно стал заниматься огородом. Мы от этого вообще не ожидали. Для нас это было такое открытие. Молодой парень постоянно спрашивала, что с огурцами, а что с помидорами. Но надо сказать, что мы не очень следующие в этом вопросе. На нашем участке песок и сухо. Практически ничего не растет. А если что-то растет, то его много. Нужно заниматься консервацией целое лето. Нам некогда было, мы работали. Поэтому такую консультацию тоже не могла ему дать. Но я слышала, что он на работе консультируется с женщинами. Иногда даже приезжал на участки дачные за рассадой какой-то, за картошкой какой-то. В общем-то постепенно, поначалу тоже мы думали, ну ничего у него не вырастет. Бурьян растет там быстрее, чем растут растения. Ты не успеваешь его высапывать, какой он появляется новый. Каждые 2-3 дня надо ходить за этим огородом. Дети, конечно, тоже работали. Ухаживать некогда. Нам ухаживать и некогда, и неудобно. И мы как бы не смогли ему помочь в этом плане. Постепенно огород стал приобретать те очертания, которые он приобретает сейчас. У него все-то ранние помидоры, ранние огурцы. У него отличный чеснок. Он собирает картошку. С этого маленького клочечка земли, который просто там, ну я не знаю, 5 на 3, 2 мешка, 3 мешка картошки он собирает каждую осень. Еще и нам дает. И картошка прекрасная просто у него. Поэтому вот это самое главное, чего я вам не сказала. Я хотела вам показать, как человек при желании, молодой парень, как он может все обустроить. И как он может, ну какое у него желание было все это привести в порядок. Как он все эти, он сейчас эти туи высаживает, розы высаживает, деревья. Вот кто-то писал в комментариях, что у них мало плодовых деревьев на участке у детей. Нет, у них есть все плодовые деревья, которые нужны. У них и яблони, и груши, и абрикосы, и персики есть. Просто все это по одному дереву. Но все это родит, плодоносит. Мы тоже часто этим пользуемся, приходим к ним, едим, или они нам там дают. Во всяком случае у них все растет больше, чем у нас вот это на участке, которому уже 120 лет на этому участку. И тут все росло. Абрикосы и яблоки сейчас ничего не водятся, не родят. Просто над каждым деревом ходим, брызаем, и ничего не получается. Взять нас тоже, ухаживая за деревьями, удобряет и опрыскивает деревья. А еще может возникнуть такой вопрос, почему они не строят большой дом? Ну, я считаю, что они правильно сделали, что они не строят большой дом. Потому что вкладываться в большой дом просто нерационально. У них есть все для того, чтобы они комфортно проводили свое время на даче. У них отапливается дача, у них есть отопление, у них есть что там... На даче есть все. Буквально городская квартира только за городом. Поэтому как-то нет смысла строить дом для того, чтобы всю жизнь положить на то, чтобы его построить, а потом пользоваться тем же самым, что сейчас есть. И вообще-то, дача есть дача. Поэтому на даче должен быть хороший сам узел, скажем так, внутритемный, пару комнат, и где бы есть возможность поспать. А все остальное время человек должен проводить на свежем воздухе. А для этого у них там есть все. И пати у них есть, и беседка у них есть. Еще в комментариях под видео был вопрос о моем папе. Папа моего уже давно нету. Он умер в 2007 году. Спрашивали, как он оказался в Австрии. Значит, у моего деда была такая интересная история. Дед мой партиез, такой фронтовик. Такой вот был комсомолец, красноармеец. В общем, идейно подкованный человек. Когда мы были детьми, и уже у нас были застолья с родителями, там с дедушкой, с бабушкой, дед всегда говорил очень длинную речь. И всегда эта речь касалась Ленина, комсомола, коммунизма и так далее. Так вот, во время войны дед мой очень хорошо поднимался по служебной лестнице. Он был политработником в большом военном училище. Нет, он был политработником в воинских частях, а потом его назначили директором военного училища. Наши войска как раз подошли к Австрии. И папе на детство, можно сказать, пришло в Австрии. В Австрии на тот момент уже было все разгромлено фашистами. Вот папа мне рассказывал. И там было очень много погребов винных, которые просто разбомбили немцы. И вино лежало просто там в бутылках на улице. И вот папа с детьми, ему было тогда лет 8. Значит, они, папа мой 1934 года рождения, вот как раз ему там в 43 году было там лет сколько? 6-9 лет. Они с парнями там лазили, с детьми военных, такие же, как и папа, лазили по этим погребам, пристрастились пить вино. Но папа мой пьяницей не стал, а дед вообще был просто трезвенником. Он вообще никогда ничего не пил. Но случилось очень неприятное событие. Деда родного брата, его репрессировали. И дед сразу перестал расти по карьерной лестнице. Его отправили на фронт. И он там уже в 46 году вернулся домой, построил этот дом. Если подытожить о сказанном, о участке зятей и дочери, они провели колоссальную работу. Мы сейчас сидим, вспоминаем о том, что они сделали. И действительно, это просто удивительно. Как они в паре, как они в паре, вот настоящие пари, сделали то, что многим не под силу, просто не под силу. Они на одном дыхании буквально это сделали. По-прежнему вкладывают душу в эту историю, вкладывают и вкладывают. Это здорово, что у них в жизни есть такое занятие, которое действительно им по душе. Это радует нас, как родителей, по-настоящему. Не водку пить, не гулять где-то. Взять у нас увлекаться футболом, спортом. Но это не мешает ему привести свою дачу в порядок. А дочка моя, она там не шутит. Говорит, мама, ты представляешь, я не успела сказать Саше, что мне надо сделать. Он уже стоит с плоскогубцами или с каким-то инструментом возле меня. Так хочется ему сделать, чтобы все было хорошо, чтобы все было уютно. Да, желание, конечно, унесено, у него прет. И пусть оно остается таким же, таким вот огненным желанием, желанием помочь сделать и улучшить свою жизнь. Это здорово. Теперь по поводу дома все-таки хочется сказать. Им не самый большой участок в доме достался. Но я хотел бы сказать, что бывает и в маленьком помещении есть счастье у людей. А в больших домах 500 квадратов. Выгонят огромный дом, всю жизнь положат на этот дом, переругаются, перессорятся. Самое парадоксальное, в этих больших домах, зимой они думают, как этот дом отопить, потому что большие территории, а реле там, как его убрать. Ну это ужасно, просто ужасно. Действительно, все люди, которые много денег заработавшие в этом мире, как они говорят, мне нужно два спальни. В одной есть, в другой там поспать. В общем... Человеку нужен минимум, не надо расстраиваться. Вот опыт показывает, что большие вот эти огромные дома, это только за ними уход и трата лишних денег. Лучше на эти деньги поехать отдохнуть куда-то. Ну это уже продолжение истории какой-то. На эти деньги продолжать куда-то поехать. Да, еще я вам хочу сказать, что вот только что я прочла комментарии, мне несколько человек сразу написали. Ну а что ж у вас-то туалет на улице, что же это такое? Что у вас туалета? Лучше ходить в туалет и в нашем доме, и в доме наших детей. Есть теплые туалеты, теплые душевые кабины, не переживайте. Совершенно верно. Тут весь комплекс, который есть в Киеве, есть у нас здесь. Он у нас здесь есть. Но нет нерационально ходить в туалет в доме, когда у тебя есть туалет на улице летом. Это намного приятнее пойти на улице. Намного. Когда мы выросли в Киеве на бетоне, на песке, на асфальте, скажем так, то, поверьте мне, такая радость пойти в летний период на даче. В этом какой-то цимус появляется. Если у вас есть еще вопросы, задавайте, нам будет интересно на них отвечать. Ну вот, а сейчас всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!